Альма Шабан с детства мучилась нейродермитом. Жаль, что вот нейродермит, да, это что-то сыпь там на коже, что-то там такое и так далее. Хотелось бы узнать, что было. Насморк, ангины, там лишай, там еще что-нибудь там такое было. Вот это вот узнать. То есть нейродермит, это все-таки реакция организма на то, что, вот мы все говорим, кислотность, щелочность. А надо, говорит, это реакция организма на то, что ваша внутренняя среда стала ненормальной. И поэтому не надо брать кислотность, не надо брать щелочность, надо брать одно понятие, она стала ненормальной. И организм, не справляясь уже с этим ненормальностью, а система-то у него работает, он пытается это вывести через кожу. Кожу, видите, как я говорю, кожу. Вот в чем дело. Читаем дальше. Сыпь на ногах, гормональные мазы помогали временем. Ну и что, что гормональные мазы? Знаете, как бы сказать, вот мы пытаемся что-то там такое выправить в организме, не понимая, что мы, как бы это сказать. Ну, просто, вот смотрите, я поднял руку и держу ее, а мне кто-то пришел ее, раз, положил и держит. Бросил, она, оп, опять поднялась. То есть надо совсем по-другому поступить, сказать, слушай, не держи руку, что ты ее держишь, что-то уперся. А они, наоборот, насильно мне, раз, вот так я тебе сделаю. А я опять. Вот так точный организм. Из-за того, что в него что-то такое, знаете, непонятное с ним происходит. А непонятно, это вполне понятно, если бы было описано вот эти все эти детские там заболевания. Я бы сразу разобрался, откуда ноги растут. Вот, и пошло это дело. Гормональные мази временно, понимаете, вот дали гормоны. Естественно, они повлияли на организм. Естественно, они в свою, вот смотрите, на причину, это, как бы сказать, ну, будем говорить, на причину не повлияло, но силой загасило. Плюс эта сила, как насилие над организмом, оставила свой след. Свой неприятный, разрушающий след. След насилия над физиологией. То есть временно. А дальше это еще гормональная ерунда, она по-своему еще будет влиять на организм. То есть вы знаете, что от него, от этих гормональных там люди поправляются, или еще какие-то идут отклонения, которых не было. То есть то, что было, осталось, то, что нейрогермит вызывало, плюс еще это отклонение. То есть у человека с кожей были проблемы, они остались, применять гормональные мази, он еще и поправился вдобавок. Или еще что-то там такого с ним. Обнаживали три миомы, миомы, миомы. Это говорит о том, что миому что-то вызывает. То есть там можно, конечно, посмотреть, какая-то миома доброкачественная опухоль, недоброкачественная опухоль. То есть, чтобы возникло, важно понимать следующее. Миома там или еще какая-то там, ома. Что? Что-то в вашем организме вызвало вот это вот образование опухолевидное. Да? Что мы дальше читаем? Три миомы, одна размера в 2,5 сантиметра на ножке. Ножка для того, чтобы из организма сосать энергию, вашу энергию. Советовали срочное удаление матки. Вот это да! По-нашему. Хопа! Матку. А что дальше будет с женщиной? То есть удаляется матка. Матка это основной женский орган, который там заведует гормональным фоном, который, ну, нужен. Нужен, понимаете? Его мы только хопа удалим. Объяснили возможность внезапного кровотечения. Ну, может быть, внезапное кровотечение. Ясно? Понятно? Да. Вошла в длительное голодание без подготовки. Все шло так, как вы описали в ваших книгах. Настроение было будрое. А это очень важно, очень важно, чтобы вы понимали. Во-первых, вот многие говорят, вот я хочу там поголодать, я хочу там что-то такое сделать. В первую очередь, вы должны понимать немножечко в механизмах голодания, что вы будете применять вот это средство на своем организме. Как к нему относиться, чтобы вот это вот было, знаете, с каким-то понятием, с какой-то охотой, с какой-то верой в то, что это вам поможет. Вот это очень важно. А не просто человек начал там, ему плохо, он там от страха неизвестно, что там с ним творится. И для него это тягостно, для него хочется бросить. Он еще психосоматику накручивает на все это заболевание, накручивает на этот голод. И у него все там идет не так, как вот должно идти. Настроение было бодрое. На то время мне было 32 года. Мама трех детей, восьми, девяти и восьмимесячного малыша. И представляете, в 32 года удаляем матку. Я неоднократно говорю такую вещь, что проблемы с, как бы сказать, сознанием тянут проблемы со здоровьем. Проблемы с сознанием, с общением, с жизнью, как бы сказать, тянут проблемы и по здоровью. Ну вот представляем, удалили матку. Все, как бы сказать, эта женщина уже стала не женщиной. Уже могут, это так вот чисто теоретически, могут охладеть отношения. 32 года, ё-моё, только жить и жить. То есть уже тут не до интимной близости. Все начинается раскол в семье, вроде бы дети, вроде бы все хорошо. Вот она, как бы жить и наслаждаться. А тут, понимаете, вот, что-то кому-то не хочется, а кому-то хочется. А кому-то не до этого просто там по здоровью, а кому-то до этого. И начинаются различные трения внутри семейные. И семья раз развалилась, вот тебе еще. И плюс вот эти вот семейные заботы, проблемы, тра-та-та-та-та. Опять на здоровье. И пошло по замкнутому кругу. Режим дня ничем не отличался от будничного. Готовила, стирала, убирала, бегала за продуктами. Молодец, молодец, конечно. Вот некоторые, вот мне надо, знаете, вот для того, чтобы человек стал голодать, надо условия, надо, чтобы вот я там запах пищи не ощущал, чтобы меня не тревожили и так далее, и так далее. Как правило, такой человек регулярно голодать не будет. Он, вот ему что-то там надо, и втулком ничего не будет. А когда человек вот так вот в обычной жизни ведет себя так на голоде, вот тогда он будет и регулярно голодать, и все у него начнет получаться. Как только начиналось учащенное сердцебиение, обтиралось упаренной на травах уриной. То есть во время голодания начинаются различные там перестройки в организме. Естественно, силы тают. Идет там, допустим, интоксикация. Идет борьба с разного рода заболеваниями и так далее, и тому подобное. Знаете, как бы сил никаких. И я нашел у Амстрона уникальную вот эту вот запись. А она до этого-то вообще-то была, та была, та была, та была. Еще у древних йогов, когда они работали, по шивам букальпе упаривали урину до одной четвертой и наносили ее на кожу. А думаю, а зачем там на кожу? Я там, как знаете, вот, я там скумекал для себя. Для чего это там на кожу они наносили и так далее. Описал примерно механизм, как я думаю. Может, он у вас другой будет. Ну, по крайней мере, насчет этого механизма никто там не выступил ни за, ни против и так далее. Но главное, главное, мои дорогие подписчики и посетители, вот вы прекрасно откликнулись на мое, значит, то, что начали описывать. Главное, что это работает. И когда на голоде, вот, действительно, нет особо сил, начинается сердцебиение, и тогда, да, 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 да. Амстронг обнаружил, что он просто старый уриной, и там не отырался. Но еще более мощно действует упаренный урин. Механизм я там не буду раскрывать, потому что он описан. Кому надо, тот возьмет и почитает. А кому не надо, тот и это не будет слушать там. Так вот, только раз, и сила, сила, энергия пошла. Это очень важно. Через кожу, потому что сердечку не нахватает энергия. Она начинает стучать, задыхаться, тарахти, ток-ток-ток-ток-ток. Бывает с, это, как это, тахикардия. У меня все там было и так далее. А тут она ровно бьется. Сил. Сил после этого вагон. Кстати, это можно делать массажик. Только никому не говорите. Это средства для достижения энергетики, которым йоги древние занимались. Они были далеко, как бы сказать, нам до них. Так вот, как раз голод идет совершенно по-иному. Он идет мощно. Работы, потому что ферменты там, ферменты, что у нас там ведут работу. Им нужна энергия. Откуда ее взять? Нету энергии у голодающего особо. А тут вагоны, составы подгоняются. Бжим-бжим-бжим-бжим-бжим-бжим. Подгоняется составы. Человек только раз. Вот это все делает, что написала Алма. Он делает, ходит. И еще особо даже не чувствует, что он голодает. Так. Обтерлась упаленной на травах. Моя рекомендация. После этих процедур чувствовала пролив сил. О чем я вам только что распинался. На дню выходило по 3-4 обтирания. Ай, какая молодец. Вы знаете, вот есть люди. Я просто преклоняюсь перед такими людьми. Я узнал этот механизм. Я его использовал ну раз, ну два в течение дня. И то там какими-то курсами попробовал, узнал, проверил, как он работает. И забыл. А этот человек, смотри, 3-4 раза в день. Так и надо. Надо через каждые 2 часа вжиг-массажик, вжиг-массажик. Это же не обязательно массаж. Знаете, просто-напросто смазывайте тело. От рук до локтей. Тут самое, больше всего этих акупунктурных точек, которые засасывают энергию. И от ног до коленей. А если вы еще измените питание, и ваша урина станет пахнуть ладаном. Понимаете, еще разные вещи. Некоторые говорят, знаете, да это противно, это запах, это то и все. Да, будет запах, да, будет все, пока, пока у вас вся эта, знаете, гадость, которую вы накопили в течение всей этой жизни, не выйдет из вас во время всех этих очистительных процедур и так далее. А как только она выйдет, как все это такое, она будет пахнуть ладаном. Проверено, проверено. Лучшие духи, понимаете, раз, съемаюсь. И плюс еще энергетика. Молодец. Два ацидоза на 7 и 14 дней прошли сносно. Ну, многие говорят, ацидотический криз, ацидотический криз, да. Ну, как говорится, поштормить не без того. Он может пройти вообще незаметно. Потом просто почувствуйте, от вас ацетоном начало пахнуть, знаете, вот этот цветочный такой запах. И как раз, как бы сказать, организм перестроился. Раз, перестроился на совершенно иное питание. Второй раз перестроился на то, чтобы там это... И самое важное, что вы начали питание через свои тонкие тела. Вот так мы через рот питаемся, так сказать. И, естественно, идет и питание, и построение тела через тонкие тела. Но мы как бы об этом это не чувствуем, не знаем, особо не понимаем. Мы чувствуем, ага, вот запах пищи, то есть все хорошо. Вот, но когда мы с вами отбрасываем всю эту еду и доверяемся вот именно первозданной своей природе, которая идет с духовного уровня, и начинает вот этот источник, он открывается. То есть, почему он открывается? Потому что частично питание через рот его перекрывает. Зачем нам, допустим, энергию получать изнутри, когда нам вот так вот она идет, и нормально этот механизм там работает. Хотя все равно он работает. Тонкие тела строятся только по-своему, изнутри наружу. А это больше физическое тело. Так вот, когда мы с вами перестаем питаться, вот этот вот источник эти все расширяется, понимаете, расширяется. И когда мы еще принимаем вот такие вот вещи, как очищение, как вот такой вот массаж суринкой, понимаете, вот это все начинает наша энергетическая установка работать настолько мощно, что я помню, не сказала, потому что, нет, что вот отсюда лучи бьют энергии, лучи бьют. И также из этих самых, из стоп. Прямо такие точки, вот такие вот они, чувствуется жар, думаешь, кого бы тут это полечи ты. Прошли сносно, благодаря урине, естественно, естественно, понимаете, вот это вот на голоде, на голоде, когда организм начинает тратить там энергетику на то, чтобы все это выровнять, вот это вот, все это чужеродное, вот что такое там миома и так далее, это, знаете, вот в нашем поле, которое должно иметь определенную структуру, определенное движение, определенную там плотность, вдруг возникает нечто совершенно иное. Знаете, как вот в булочке возникает изюм или вообще полость этого самого, от газа. Вот хлеб его отрежешь, а там это полость. То есть поле становится неоднородным. Оно уже не может полноценно руководить физическим телом. А раз она не может полноценно руководить физическим телом, значит, там что угодно наблюдается. Это все равно, что, знаете, вот в эту комнату я не захожу, я ее этом оставил, а там уже пауки поселились, тараканы, там кошки, там еще кто-нибудь, или вообще кто-нибудь придет и поселится. Без нашего ведома. А нам надо, чтобы все контролировалось в нашем теле, нашими энергиями. Вот что важно. А для этого нужна еще энергия, чтобы все это нормализовать. Ежедневно пила среднюю часть утренней урины, остальное собирала на кипячение. И 100-граммовые клизмы из упаренной. И вот смотрите, ой, молодец! Альма, ну знаете, вот я вот так вот, как бы сказать, иногда делал, поэтому я знаю, о чем я вам говорю, и более того, я это чувствовал, о чем я говорю на себе. Значит, вот какой молодец! Когда мы пьем, значит, вот на голоде, там с утра, многое там не надо, мы выпили там вот эти там три глоточка, тем самым мы за счет, как бы сказать, вот это вот все много говорится об этом, о лечении, значит, собственной энергетикой, о лечении, значит, гомеопатическими средствами, о лечении назодами, такими веществами. То есть назоды – это вещества, которые образовались во время самой болезни, и они же подавляюще действуют при обратном приеме на эту же болезнь. Ой, какая молодец! Понимаете? Вот когда вот это все, ты так сказать, шурупишь, шурупишь, то ты шурупишь. О чем я вам рассказываю, чтобы вы как-то понимали, почему это все так сработало. И вот тут начинается вот, как бы сказать, гомеопатические воздействия на вот эти все причины и так далее. То есть урина начинает действовать еще там по своим, как сказать, механизмам и в основном по вот этим гомеопатическим принципам работать. Это очень важно понимать. Далее 100-граммовая клизмочка с упаренной уриной. А она только раз туда зашла, и она, знаете, как солевой раствор, она начинает насасывать, насасывать на себя, понимаете? Что там у нас в толстом кишечнике, что туда спустилось, что туда выделилось. И она, когда кишечник не активен, вот на голове, она лежит, там может сосаться, может не сосаться, лежит, вас отравляет. А тут только раз, она все это насосала, она все это вобрала. И вообще, что такое вода? 47 изомеров воды, насколько я там знаю, читал. Из этих 47 изомеров наш организм может работать, знаете, как вот вся технология отбирается. Технологии космические, нано, мано, хряна и так далее. Это то, что сам материал должен обладать определенными качествами. Так вот, значит, чтобы у нас тело было, как бы сказать, совершенно здорово, оно работает лучше всего на определенных изомерах воды. И во время упаривания урины мы с вами отбираем эти изомеры, изомеры отбираем и встраиваем. И в итоге у нас, как бы сказать, я вот там много рассказывал, что у нас возникает такое явление, как алмазная вода. Это я привожу пример, пример этого самого углерода. Углерод бывает в нескольких состояниях. Ну, допустим, вот, обычный там углерод, это в виде угля. Да, допустим, углеродовое соединение, возможно, это в виде там нефти там будет. Да. И, наконец-таки, углерод бывает в виде алмазов. Какие, то есть, одно, один и тот же элемент, но какие разные образования он вызывает. Так точно работая с уриной, упаривая их, вы добиваетесь вот этого вот эффекта алмазности. Супер структуры, супер мощи, супер лекарственного воздействия. И причем своего, снабженного своей энергетикой. Это очень важно понимать. Не чужое, что вы что-то там взяли такое. Оно вам свою энергетику добавило, которую надо преодолеть, чтобы это все нормально работало. Иначе у вас вот как раз будет то аллергия, то еще что-нибудь там, то еще что-нибудь такое. А тут свое. И вы так как бац, как начнете действовать. Естественно, там идет отрыв, отрыв этих полипов. Далее там все это в окружающей вот этой вот здесь области начинает вот работать, лечиться и так далее. То есть по всем этим миумам в матке идет, знаете, такая прекрасная, прекрасный обстрел. Если так просто сказать. Делала стойку на голове около минуты и ложилась на правый бок. Ну, для того, чтобы она поглубже затекла. Иногда держалась 5-10 минут, когда почти сразу выходила. Ну и нормально. Главное, она туда залилась. Она уже сделала свое дело. Потому что она вылилась, а потом еще бывает выброс. Вам хочется. Она работает. Главное, что она туда вылезла. А выходила всякая. Удивляли огромные куски медузообразной слизи. А медузообразная слизь. А что ж это такое за медузообразная слизь? Ну-ка, 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 как бы сказать, немножечко напрягемся, напрягемся. Медузообразная слизь похожа на разного рода грибы-слизневики. То есть уже у нас... А, нейродермит вот это вот. То есть уже произошло внедрение разного рода инфакций. Грибковой, бактериальной. Сначала вот это в виде нейродермита все это работало. И если бы, как бы сказать, вот так вот лечили нейродермит, а как раз гормональные мази, как бы сказать, способствуют тому, что инфекция, дальнейшая эволюция инфакции, это образует разного рода опухоли, то есть сообщество инфекции. И вот эти как раз сообщества инфекции вызывают миомы. И более того, вот это вот, что мы не видим, вот это слизи, вот это медузы. Вот это как раз то, что и есть. Вот этот гриб-слизневик, какая-то его там вариация и так далее, который тут уже у вас живет, он вот это вот, знаете, питается вашими, так сказать, и жизненными силами, и пищей, и вдобавок он это все это, знаете, выбрасывает из себя в окружающую среду. Вот, она, естественно, становится ненормальной, и организм уже в виде вот такой реакции нейродермитной, которой мы думаем это заболевание, а это всего нашего следствия, пытается, значит, вот так вот избавиться. И мы лечимся от нейродермита, не понимая, что на самом деле все это спровоцировано совершенно иным. Вот этой вот медузообразной слизью, слизью, то есть это уже тело строит, вот это вот слизневик, вот это вот уже колония этих паразитов грибковых там, или там бактериальных, оно уже строит себе тело. Далее она еще как немножечко, это 32 года, а как только организм ослабит, она уже сделает уже онкологию такую полноценную. Значит, огромные куски медузообразной слизи. Видел я эту слизь? Видел. Выходила из меня? Выходила. Вышла одним разом мазутообразная жижа. Мазутообразная жижа? А это что такое? Я уже, видите, как этот самый, как юморист с вами говорю. Что это такое? Ну, что это такое мазутообразная жижа? Откуда она взялась? А вот это как раз, дорогие мои подписчики и глядаки, это как раз старая желчь, о которой и говорили древние целители. Что желчь бывает разная. Она бывает там как желтая, она бывает вот такая, и в том числе бывает черная желчь. То есть, это уже застоялось у вас в желчном пузыре. Это уже застоялось в печени, потому что ничего там не работает. А почему не работает? Да потому что вот эта слизь все закупорила и не дает нормально оттекать. И в результате вот это все у вас начинает вот это превращаться убяку-каку. Вы чуете? Или не чуете? А тут мы только раз вот это вот начинаем вот эти закупорки слизистые выводить с помощью голодания, с помощью урины, с помощью вот этого энергетики какой-то, с помощью того, что мы собрались в конце концов. И вот это выходит, мазутообразная жижа. Именно вот это испечение. И печеночка сейчас как заработает? Так, думаю, с неполную литровую банку. Да, вспоминайте Поля Брега, когда он во время одного из голоданий сказал, что меня замутило, и вышла вот такая жижа. И после этого здоровье стало пребывать вагонами. А это как раз вот этот феномен. Мазутообразная жижа, думаю, с неполную литровую банку. Вот так вот. Далее. Или еще из влагалища выпало какое-то мышечное образование с ладонь. У меня была эрозия матки. Делала спринцевание упаренной уриной. Вот смотрите. Мышечное образование. Да там уже все, что угодно образуется. Вот это мышечное образование, немышечное образование. Это уже следствие того, что произошло заселение. То есть трансформация вот этой вот бактериальной грибковой инфекции в разного рода образования. Слезистые, вот это типа мышечные, типа еще что-то, еще что-то, еще что-то. Мы даже не ожидаем. Мы живем в огромном микромире, для которого задача одна скушать нас. Скушать как можно быстрее. Скушать. А наша задача за счет мощной жизненной энергии этому противостоять. Вот я считаю, что иммунитет не совсем так преподносится, как его надо преподнести. Иммунитет это защита. Это в первую очередь потенциал нашей жизненной энергии, которая нас защищает. А не то, что там то, 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 все, пятое, десятое. Нет. Это уже вторичные вещи. Смотрите, у корень. У корень надо смотреть. Понимаете? У корень. Значит, мышечное образование с ладонь. Вот это мышечное образование могло в дальнейшем... Тут уже все было на грани опухоли, на грани онкологии, так сказать, такой злостной. Пока, знаете, все это, так сказать, подготавливало плацдармы для того, чтобы вот-вот-вот-вот развиться. Как вовремя голод вы приняли. Молодец. Значит, шпринцевание упаренной урины тоже шпринцевание, значит, позволяет вот это вот... Знаете, вот это как раз шпринцевание для наших слизистых оболочек. Разные там вот эти вот среды, разные жидкости, они могут быть... Вот вроде бы там, ну, тот же раствор соды, тот же раствор перекисывания народа, тот же раствор какой-либо травы, да, вроде бы... Вроде бы действует нормально, но все равно он агрессивен для слизистой оболочки. Упаренная же урина, ничего подобного, она их возрождает, эти оболочки. Закончилось у меня. Так, все у нас пишется, все у нас пишется, а мы такие красивые, мощные сидим. Так, вот в чем вещь упаренной урины, то, что слизистой оболочкой, она возрождает все лишнее из организма долой. Вышла из голода на 24-е сутки с весом 54 кг, до голода около 65 кг, рост 170 кг. Значит, смотрите, было сброшено у нас сколько? 11 кг, да? Вот 11 кг, вот это разное, знаете, как бы сказать, разное бяки-каки, всего ненужного, всего вредного, болезнетворного, что разрушало организм. Мы еще думаем, ой, как я там буду выглядеть, что там такое? Да это все лишнее, это все вредное, то, что вас, значит, не делает здоровым. Оно только сделает вас больными, норовит, разрушит. Далее, но самое удивительное, это ощущение от циркуляторного дыхания. Первый раз тянуло тело в длину, потом в ширь. Очень интересно. Дышало до исчезновения этих деформаций. Что такое циркуляторное дыхание? Циркуляторное дыхание, я не знаю, здесь на голоде или не на голоде. Если на голоде, это еще добавляет. Это еще добавляет в копилку здоровья и самосовершенствование. Еще очень-очень много всего положительного, понимаете. Еще интересная работа совершается. Ух! Вот. И смотрите, до исчезновения этих деформаций. То есть у нас разного рода, как бы сказать, вот эти вот миомы, вот эта вот медуза, вот это вот, значит, мышечное образование, которое там вышло. Мы думаем, что это вот кусок мяса там вышел, это тут какие-то сопли вышли, это какой-то тут полип оторвался. Это все информационно-энергетические образования. Причем не просто информационно-энергетические, это живые образования, которые подселились к нам, внутрь влезли, умудрились. Это можно так сказать, как говорили наши далекие предки, порча, то есть испорченный организм. Он уже испорченный. И он дальше просто ждало разрушения и смерти, скажем это своими словами. А вот это еще дыхание, вот это вот, понимаете, мы не просто подошли, как бы сказать, хотя на голоде там вся работа идет, вся работа, но мы еще дополнили вот этим циркуляторным дыханием, которое делает энергетику плотной. И именно эта плотность начинает вот это вытеснять. На голоде энергетика наша становится, знаете, плотная. Аура, то есть она может быть, знаете, вот как туман. Вот туман, он может быть, знаете, такой, где-то туман, а где-то тумана нет. Туман, ну, слабенький, а есть плотный туман. Так вот, наша аура, наша вот эта вот энергетическая оболочка, субстанция, которая пронизывает, она должна быть плотной. Плотной, чтобы ничего не допускать. А раз она вот так стала, такой вот-вот, тут интересно бы узнать, вы знаете, я же, светоч народной медицины, здорового образа жизни, я бы вот это еще прокомментировал по Альме, потому какие мысли были у нее, какие, как бы сказать, вот такие вот побуждения вдруг там накатывали, какие черты характера были. Это тоже важно, потому что все это влияет на вот это вот, на наше. И вот это вот дышало до исчезновения деформации. В следующий раз трясло голову как будто током, довольно долго, а в третий раз я вышла из тела, ну, давайте, вот это опять-таки, как бы сказать, вот, знаете, трясло, что-то, что-то, как бы сказать, пыталось, пыталось вытолкнуть, вот я так думаю, пыталось вытолкнуть, поэтому трясло, 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 это цеплялось, чтобы не выходить. То есть, подселение идет, вот как слизь вышла, она стала мертвой. Так точно информационно-энергетическая субстанция, которая внедрилась, и которая вызывала вот это миомы, слизь, этот мышечный, этот образование, и кучу других, оно там цеплялось, оно выходило, выходило, но цеплялось. И вот для того, чтобы выбросить это, вот это и шло, как раз, трясение. Почему такие вот, вращение, трясение и так далее. Это вот попытка выбросить из организма, а это упирается. Ну, в конце концов, все наши старания приносят успехи. А в третий раз я вышла из тела и пошла к родным, ходила вокруг них, запоминала, что они занимались, а чтобы потом, вернувшись в тело, удивить их, было весело. Вот кто вам объяснит вот этот феномен? Ну, кто вам объяснит вот этот феномен? Скажите мне, мне скажите, нет ответа? Знаете, как Гоголь, тройка, мчится, где ответ? А, нет ответа. Так вот, когда возрастает энергетика, когда тело, тонкие тела наши, полевая форма жизни, как я это называю, делается достаточно плотным и энергетически насыщенным, только тогда возможен выход, выход из тела, осознанный выход из тела. А весело, у меня аж мурашки побежали, то есть, тоже поднялась энергетика, потому что, это не так-то, ух ты, из бухты. Так вот, становится весело, когда у вас повышенное количество энергии, когда у вас тонкие тела, плотные. Все это выражается вот таком. И выход из тела, он сопровожается вот действительно какой-то особой радостью. Вот особой радостью, когда вы тело физическое не чувствуете, потому что тело физическое, оно огрубевает наши ощущения, оно делает их грубыми. Мы-то живем вообще-то в радости, в радости живем. Но из-за нашего сознания, из-за вот этих телесных ощущений, вот это все у нас там забито, не хватает энергии, чтобы все это мы ощутили. А когда вот мы, наконец-таки, напитались энергетикой, когда мы вот это стали, мы можем выходить из тела. То есть мы достигаем, как бы сказать, следующие ступени нашего совершенства, следующие ступени наших возможностей, о которых многие говорят, вот там прану едим, то делаем все. Зачем вы едите там прану? Зачем вы что-то делаете? Для того, чтобы получить возможность путешествовать не в космических кораблях, а в тонком теле, туды, куды хотите, чтобы была возможность творить мысль и получать уже физическое. Тройка мчится, а куда, чудо, нет ответа. Будем делать чипизацию, будем делать еще что-то там такое. Хотя не понимает мироустройство, оно основано совершенно на иных законах. Совершенно. И вот это, говорит, веселость, это говорит о том, что и в энергетическом плане произошли, значит, насыщения. И это говорит о том, что произошло избавление от отягощавшей человека посторонней информационно-энергетических образований и в том числе и физического тела. Одно дело чистится на уровне, как бы сказать, физического тела, а совершенно иное очистится на уровне тонкой физиологии. Тонкой. Тонкую физиологию вообще не хотят. Раньше столько говорили о тонкой физиологии, тра-та-та-та, а потом сказали, да, не нужна она. Возможно, для того, чтобы делать манипуляции с народом, они не нужны ему, те, которые тут летают и что-то там знают и так далее. Когда произошло освобождение от всего того лишнего, это выражается веселостью, это выражается радостным. Я помню, когда я вот как раз примерно столько отголодал, у меня такой был голод, где-то 23-27 дней, значит, я проснулся во время сна, когда я плыл на лодки, лодка достигла такой, знаете, каната, как-то как, канат, и лодка начала это тонуть, то есть, вот я подошел к своему, как бы сказать, в то время на голоде, к максимуму, будем говорить, дальше уже не надо, и начала тонуть, вода чистая, и мне так радостно, я так смеялся, ну, это непередаваемые, как бы сказать, вот эти вот впечатления, о которых я сейчас рассказываю, и вот тут я понимаю, что это могли быть за впечатления, какая-то радость, это вот радостная радость, не от чего-то она, понимаете, возникает, не от чего-то, что у тебя тут есть черная машина, белая машина, еще там что-то есть, там такое, там, компьютер, надо вообще посменить компьютер, не удовлетворяет меня скоростью работы, ну, глядишь, что-нибудь образуется, оттуда знает, как вовремя послать, чтобы что-то было, вот, вот это вот, говорю, радость, ну, это, просто вот я сейчас вспоминаю то, что у меня было, читаю то, что это, у меня слезы радости накатывают, как это может быть хорошо, как это может быть здорово, понимаете, как вот, вот, 32-летнюю женщину, вот, вот это, вся эта зараза ломала, и уже, как бы сказать, вот эта вот дьявольщина, все, мы уже тебя сожрали, все, мы уже, ты наша, все, трандец тебе, и только раз, голод, раз, уринку подбросили, раз, то, все, пятое, десятое дыхание, и все это отвалило, удивило это, и было весело, поняла, что избавилась от нескольких психологических пластов, ну, пускай она так понимает, так как прошли мучительные сны с повторяющимися сюжетами, это не психологический пласт, нам, опять-таки, вот это вот, что-то там внушили, раньше все было ясно и понятно, бесы, просто и ясно, бесы, потусторонние сущности, вернее, только материальные, сущности, задача которых паразитироваться на человеке, и довести его до соответствующего состояния, подчинить себе, тара-та-та-та-та-та, все, и это все в первую очередь человек наблюдает, когда он отключает вот это вот, все свои эти самые физиологические функции, физиологические вот это восприятие, а переходит на тонкое, которое бывает только когда, ну, когда оно бывает, конечно же, во снах оно бывает, и вот снится, что тебе уже, понимаете, уже дух путем вот этих сновидений, как бы сказать, сигнализирует, что происходит, что-то там видно, понимаете, это свой собственный мир, он показывает, что на дух идет агрессия, хотят завладеть твоей сущностью, хотят тебя подчинить, хотят тебя, так сказать, сделать, 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 все эти сны сигнализируют, но мы же думаем, да, нет, что-то там такое, да, то есть по снам мы как раз и ориентируемся, насколько у нас идет, как бы сказать, вот это вот наше лечение, исцеление по тонким телам и по плотным телам, насколько это все там, вначале на причинно-следственном уровне, на причинном уровне, вот это вот все исчезает, ну, вот, вот отличный, будем говорить, вот этот вот сюжетик, который я так вам разобрал, значит, мучительные сны с повторяющимися сюжетами, все, ушление, хотелось бы эти сны разобрать, что это за сны были, кто там приходил, кошки, собаки, или люди, или еще что-то там было, то есть вот так вот, знаете, кратко написали, и все, да, это, это значит, вот мы, вот как-то говорим, и я там вам так, говорю в такой форме, такой какой-то, знаете, несколько комично, клоунская, но тем не менее, это суровые истины, которые я вот так просто изложил, но они тем не менее, это реальность, это реальность нашей повседневного, жития, бытия, я бы их тоже разобрал, вот, и оно ушло, Асмула Шанг Пакшалана, сейчас мне 55 лет, выгляжу на 40, благодаря вашим книгам, когда человек избавляется от отягощавшей, обременявшей его, от вот этих паразитов тонкоматериальных, и уже как продолжение этих тонкоматериальных паразитов, которые, не имея физического тела, но они хотят его свить, свить, пользуясь нашими возможностями, а мы это все допускаем, и мы от этого всего избавляемся, естественно, мы выглядим гораздо лучше, гораздо лучше, на 40 лет, на 40 лет, это баба-ягодка опять, ага, этот возраст 55 лет, вот что делают чудеса естественного оздоровления, без всяких, знаете, вот этих химио, химио там препаратов, без всяких там этих каких-то скальпелей, без всякой, вот это я смотрю, показывают, аппаратура стоит, то есть одна кроватка, а тут кругом аппаратуры, они там нагородили, то измеряем, все измеряем, и все эти поля портят экологию, экологию, вот эту вот энергетическую экологию, естественно, как там человек будет вообще выздоравливать, бабушку-сиделку бы посадили, да и все, у бабушки была бы работа, и она бы как-то следила, а то все тут вот эти вот полупроводники, и дальше интересное, вот Татьяна Бака, я сегодня голодаю первый раз в своей жизни, посоветуйте, пожалуйста, из своего опыта, каждый день голодания, принимать среднюю порцию мочи, или на сухую продолжать голодание, клизмы делать, заранее спасибо, вот это вот типичный вопрос, на который мне вообще не хочется отвечать никак, вот смотрите, сколько я времени потратил, с удовольствием на, как бы сказать, комментарии того, что человек делал, и я не хочу, вот даже слово одного, говорить вот здесь, для этих людей, я написал книгу, в которой все идет от начального уровня, то есть я понимаю, что человек неподготовленный, он не образован, он не понимает ничего этого, и я постарался в своих книгах образовать человека, образовать, понимаете, человека, до своего уровня даже поднять, в этом плане, чтобы он вот эти вот азы знал, откуда, что там делается, и как голодать, как начать голодать, там описано, голодание в лечебных целях, подготовка, какие голодания бывают, что там делать, и так далее, и так далее, и вот тут перескажите мне, целую книгу пересказать, должна быть самостоятельная работа, самостоятельная, если нету самостоятельной работы, да ничего не будет, ну ничего не будет, понимаете, слушаем дальше, Альма отвечает, добрый вечер, если будете пить каждый день, то ускорите процесс очищения, по поводу сухого голодания, прежде всего, зависит от вашей конституции, то есть человек говорит, вот смотрите, спрашивает про голодание, а ему оказывается, надо конституцию знать, где это, человек, который прошел, уже понимает это, а я же тоже в своих книгах описал, что такое, как это, если вы слизь полная, это ваша, желчь, но не ветер, вот такая, значит, при сухом голодании, на то оно и сухое, никаких продуктов, контакт с жидкостью, это очень сложно, я выдержала пять дней, а в обычном голодании, клизма обязательно, я каждый день делаю клизмы, супаренные 100 грамм, утром обычную, эсмарха, то есть, когда человек вот это прошел, он понимает, он знает, а когда это все, вот это понимает, вот это разжевает, разжевает, оно уже разжевано, читайте и глотайте, ну не здесь же вам, на канале все это жевать, и вот как раз, вот канал, вот именно мой канал, он как раз, он вообще-то для всех людей, вот такие люди, не подготовленные, прочтя в библиотеке моей книги, бесплатно прочтя, ё-моё, могут самообразоваться, могут что-то понять, а те люди, которые, которые что-то делали, интересно вот такое вот, Благодарю за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик, и подпишитесь на канал, ваше участие развивает канал, и способствует его продвижению, доброго здоровьица, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok